Всем привет! Давайте в этом видео рассмотрим, как сделать лампочку. Есть видео, как сделать лампочку в блендере. Очень хорошее, оставлю ссылку. Но вот вопрос, как можно сделать в ZBrush. Давайте рассмотрим. Первым делом откроем нашу сферу. Затем давайте зайдем в текстуры и загрузим лампочку саму, которую мы будем делать. Давайте теперь установим. Нажимаем на лампочку и жмем вот этот значок. Отключаем ликбокс и вот этим управлением можно уменьшать. А вот этим делать прозрачность. Так, делаем прозрачность. Устанавливаем нашу лампочку. Уменьшаем. Вот где-то так. Жмем Z английской раскладки. И Alt. И левая кнопка мыши. И подгоняем нашу сферу. Когда мы установили сферу, давайте теперь переключимся на кисть. Вот есть у нас здесь вытягивание и Moff Elastic поставим. Прибавим Draft Size. Зайдем теперь в Transform. Активация симметрии. По Y. X. Отключаем радиалы и прибавим радиала. Чем больше, тем лучше пусть будет. Так, всё. Интенсивность у нас стоит. Так, вот у нас идёт. Уменьшим интенсивность. Вот так вот. Вот такая лампочка у нас получилась. Так, тут чуть-чуть поднимем. Цоколь вот этот. И теперь делаем Make Polymesh. Всё, с этим мы поработали. Давайте теперь включим цилиндр. Выровняем его. И теперь чуть-чуть уменьшим Alt. Левая кнопка мыши. И сделаем вот так вот. Так. Сделаем Ctrl. Левая кнопка мыши. И вот этот вот так вот часть выберем. Теперь заходим в деформацию. Выберем Taper. Вот так. И теперь посмотрим по X, Z. Как он будет работать. Вот так он будет у нас делаться. Давайте подберём. И твист посмотрим по X, Z. И твист посмотрим по X, Z. Вот так это всё идёт. Будем делать по Taper. Цилиндр. Так. Давайте теперь... Давайте откроем цилиндр. Зайдём в инициалайзер. Поставим поле F. Так. Поставим Divide. Вот так вот. Жмём Make Polymesh. И давайте теперь включим опять нашу картинку. Вот здесь вот можно её регулировать. Перетаскивать. Опять Z и Alt. Уменьшим её вот так вот. Включим симметрию. Transpose. По Y. Добавим радиалов. Вот что-то такое у нас получается. Так. Вот что-то такое выходит. И теперь добавим Ctrl D. Нам теперь нужно сделать здесь резьбу. Как мы её будем делать? Делаем Make Polymesh. И теперь открываем вот эту спираль. Спираль 3D. Вот такая она у нас выходит. Вот. Заходим инициалайзер опять. И давайте тут ей поработаем. сделаем. И давайте посмотрим сделаем 88 обезье и теперь давайте тут чуть-чуть поработаем. Вот так чуть-чуть ее расширим. Вот сделаем вот так вот и теперь здесь еще поработаем чуть-чуть. Вот так ее пошире сделаем. Можно здесь сделать потоньше, вот так вот. Давайте сделаем чуть-чуть потоньше. Вот так вот у нас получалось. Так выровняем ее. Нам нужно вот эти вот три грани, вот эти три, чуть-чуть боком вот так вот ставим и делаем вот так вот. Что-то такое получается. Теперь давайте зайдем в Geometry, нажмем Modify Apology, нажмем Deo Hidden и сделаем Close Holds. Вот такая у нас получилась спираль. Так, теперь к этой спирали Append мы добавляем вот наш цоколь. Переключаемся на него. Чуть-чуть уменьшаем. Теперь на спираль добавляем Size. Вот таким образом. И теперь чуть-чуть вот так вот поработаем над ним. и добавим немножко Size. Вот это у нас многовато уже выходит. Чуть-чуть уменьшим. Вот так вот. И теперь добавим нашу лампочку. Жмем Append и жмем нашу лампу. Поработаем теперь с ротацией. Вот так вот. И теперь поднимем ее к верху. И теперь немножко Size. Попробуем и милей. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Все теперь давайте объединим Это Mergedown Вот такая лампочка у нас получилась И давайте ей теперь сделаем световой материал Вот такая лампа у нас вышла Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok